В годы войны на обольщине в Шумилинском районе действовал подпольный партизанский отряд «Юные мстители». Фруза Зинькова, Зина Портнова, братья Язовитова, Мария Лузгина. Всего 38 юношей и девушек буквально держали в страхе фашистских оккупантов. Печатали и распространяли листовки, производили диверсии, нанося удары по самым важным объектам противника, ходили в разведку. «Юные мстители» действовали под руководством сиротинских подпольных райкома партии и райкома комсомола. Все они вошли в партизанский отряд имени Ворошилова. Память о юных героях-антифашистах хранит музей обольского комсомольского подполья в оболе Шумилинского района. Именно там, где действовал подпольный отряд «Юные мстители». Что оставило время для потомков? Какие экспонаты расскажут сегодня нам с вами о героической юности подпольщиков? Об их бессмертном подвиге мы с вами сейчас узнаем. В 2006 году в музей попал вещевой мешок Валентины Дементьевой, бывшей подпольщицей подпольной организации «Юные мстители». Во время войны девочка была связной, потом была в госпитале, работала. И с этим рюкзаком она много раз ходила на задания. В августе 1943 года на перегоне между Витебском и Полоцком осталась одна водокачка в оболе. Остальные уже были взорваны. И ребята получили задание отзывать водокачку. Сделать это было очень трудно, потому что она охранялась. Даже если кто-то подходил с противоположного берега реки, сразу открывали огонь без предупреждения. Задание было поручено Нине Азолиной. Она работала переписчице в немецкой комендатуре, и поэтому ей была возможность, она имела вот такую возможность, не вызвать подозрения и совершить эту диверсию. Была изготовлена и передана Нине мина в виде кусочка каменного угля с большой взрывной силой. И в сумочке, в небольшой же, в кожаной сумочке с ремешком. Ремешок не сохранился. Она пронесла эту мину и подбросила в кучу с каменным углом. Через два дня мина попала в топку, и водокачка была взорвана. На длительное время движение было приостановлено. Ну, ребята собирали оружие, и, конечно же, надо было где-то его хранить, как-то прятать. И вот они придумали вот такой вот способ. Разбирали по частям, вот часть оружия, прятали в выдопленных бревнах. И складывали в поленицу там дров где-то. Наша школа носит имя Героя Советского Союза Зинаиды Мартыновны Портновой. И мы действительно по-настоящему этим гордимся. Поэтому в нашей школе патриотическое направление – это одно из основных направлений работы. Мы занимаемся этой работой не только в рамках своей школы, в рамках района. У нас налажено много дружеских связей. Например, с байкерским клубом из Санкт-Петербурга «Штравбат» и клуб «Альянс Клуб Патриотический», с которыми мы также совместно проводим много различных мероприятий и поддерживаем просто дружеские отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова